Всем привет! У меня, как обычно, влог шиворот на выворот. Я сначала кучу всего наснимаю, а потом оказывается, что когда я начинаю делить весь материал, нет или приветствия, или концовки, или того и другого. Такое тоже случается. Так что приветствую вас! Сегодня у меня насыщенный день, и как назло, я очень не выспалась, переживаю, что Игнашка заболел. Сейчас какая-то такая эпидемия ангины. У нас было резкое похолодание, а теперь потепление. Вот прям как осенью было, ей-богу, 9 градусов тепла, и, наверное, с этим разгулялись разные вирусы. Я вот очень сильно переживаю, чтобы с Игнашкой все было нормально. И сейчас я еду в парикмахерскую, хочу обрезать волосы. И у меня такая парикмахер, которая, давай, давай еще покороче, в смысле, ну, она всегда не то чтобы навязывает свое мнение, но она говорит, вот тебе будет классно, там, она советует. И постоянно так, это же волосы, только, Оля, не переживай. Я не дорожу своими волосами как-то особо, просто я не хочу, чтобы потом укладка у меня занимала непонятно сколько времени, тем более, что у меня волосы не густые, еще и не объемные. Так что не хочется покупать эти все утюжки и для гофре специальные штуки. Ну, вообще, мне кажется, что это травмирует волосы. Я заметила, что, когда я обрезала свои волосы больше, чем полгода тому назад, я начала их чаще мыть, сушить. Я не могу вот каждый день не сушить голову, кто бы что ни говорил, я не выдерживаю. Пока там это все высохнет, волосы у меня не очень красиво лежат. Именно поэтому я сейчас сижу с такой прической, все равно, даже если я утром помыла бы голову, прихожу к парикмахеру, она начинает тут же ее перемывать, и смысла нет. Помыла вечером, перехожу вот черти что. И я заметила, что за эти, ну, даже не полгода дольше я хожу с короткими относительно волосами, и их качество, как мне кажется, чуть-чуть ухудшилось. То есть они больше путаются именно на концах, наверное, потому что я стала вытягивать их утюжком не каждый день, но чаще, чем раньше. Вот особенно, когда на улице, знаете, какая-то такая влажность непонятная. Если вы видите, у меня на голове бардак, значит, у нас снова как в тропиках. И тут уже что ни делаю, все равно какие-то такие непонятные штуки, особенно внутри, происходят. И выглядит это, конечно, странно, и с этим невозможно ничего поделать. У меня есть одно средство от Керастаз, которое в хорошем смысле слова чуть-чуть утяжеляет волосы. Но потом, когда я использую разные стайлинг для волос, они быстрее жирнятся. Ну, короче, замкнутый круг. Тема волос неиссякаема. И я не люблю заморачиваться по поводу волос, потому что с ними тоже, опять-таки, ничего не сделаешь. И они настолько обычные, что как бы я ни старалась, они все равно будут выглядеть, ну, как будто я ничего не делала. Встала и так пошла. И думаю, что сегодня я обрежу длину. И на этом все. Дальше ко мне приезжает моя зрительница. Не знаю, наверное, не стану называть ее имя. Все-таки мы с ней это не обсуждали. Она тут будет анонимна. Мы с ней поработаем. Я, так как рассказывала, хотела бы чуть-чуть поработать над качеством своего канала. И вот спасибо всем, кто отозвался по поводу оформления канала. Я просто настолько как-то была поглощена семьей. Не успела пересмотреть все сообщения, но обязательно отвечу. И я ничего такого сверхъестественного не хочу. Хотелось бы что-то очень лаконичное. И я думаю, что с кем-то из вас мы обязательно сработаемся. Так что, пожалуйста, не обижайтесь, если я вдруг еще не отписалась. Просто действительно хотелось чуть-чуть отключиться и побыть семьей. Тем более, что у нас сейчас такие короткие дни в детском саду. У Захарки сейчас в полтретьего реабилитация. Если вы не знаете, то у меня у старшего ребенка был порог сердца. И его оперировали в возрасте пяти месяцев. И вот только сейчас мы получили возможность сделать реабилитацию. То есть какие-то там упражнения повыполнять со специалистами. Моя подруга, которая занимается этим всем, она сказала, что это как мертвому припарке. То есть, ну, чисто для родительского спокойствия. Так что Томак обычно забирает мальчиков около двух часов дня. И потом с двух часов дня мы все вместе. И сегодня ко мне приезжает моя зрительница. Мы будем с ней снимать примерку нарядов. Мне очень сложно это все дается с технической стороны. Потому что я... Ну, блин, мне так сложно разобраться с камерой. Это все равно, что мужику... Ну, чтобы вы понимали, насколько сложно мне. Это все равно, что обычному стандартному мужчине, который далек от косметики, каких-то консилеров, сказать, сейчас ты выполнишь вечерний макияж. Приблизительно то же самое у меня происходит со съемкой. Каждый, блин, раз. Ну вот... Не умею я. Так что я решила просто работать с кем-то, кто будет мне чуть-чуть помогать. Чтобы для вас-то было более наглядным. И чтобы я меньше нервничала. Если вы оцените мои старания, то будем продолжать в том же духе. Хотела бы попробовать поснимать дома сначала. Чтобы понять, сколько это все занимает времени. И вообще переодевание и так далее. Я не представляю, как это сделать в парке. Раньше мы с подружкой пытались что-то такое снимать. И можно было припарковаться. Сейчас на новом месте все это. Короче говоря, мне надо было срочно. Так что девушка моя, зрительница. Очень приятно, что кто-то меня знает. Мне кажется, что мне так будет более комфортно. Она приедет. Поснимаем с ней наряды. И сейчас еще смонтирую видео. С 6 часов утра я на ногах. Игнашка не дал поспать. Он как-то всю ночь просыпался, срывался. И я с 6 часов утра вообще проснулась. Накрасилась по-быстрому. Чуть еще подкрашу глаза для съемки. Бровик. Тема бровей тоже у меня до сих пор актуальна. Но очень много средств от Golden Rose. И я сегодня намазалась всеми сразу. Четыре продукта у меня на бровях. Да, если... Да, четыре. Еще гель для бровей. Один остался нетронутым в этот раз. Так что у меня программа максимум. Мне кажется, что шире они уже просто быть не могут. Не обращайте внимания. И сейчас еду в парикмахерскую. Наверное, итог того, что у меня получилось, вы увидите в самом конце. Оставлю интригу. Вот будет смешно, если я обрежу 2 сантиметра. Такое тоже может быть. Кто знает, кто знает. Я тут такое готовлю. Ну, ничего сверхъестественного. Просто в той части Украины, где жила я, у нас ничего подобного не было. Здесь у меня спаржевая фасоль. Вот начала записывать и включила вытяжку. Нормально? Я сначала ее помыла и пообрезала все корешки. Чуть с ума не сошла, потому что ее здесь немало. У меня такая огромная кастрюля, самая большая, которая у меня есть. И кипит картофель. Обожаю молодой картофель. А здесь у меня цветная капуста. Причем каждая хозяйка в Польше отваривает ее по-разному. Кто-то добавляет молоко. Не спрашивайте меня, зачем. Я без понятия. Наверное, в этот раз я попробую сделать именно так. Еще кладут сюда соль и сахар в пропорции 2 к 1. Если на такую небольшую кастрюлю я, к примеру, кладу 1 чайную ложечку соли, то, соответственно, пол чайной ложечки сахара. Тоже не знаю, что это дает, но сегодня решила попробовать. И потом делают еще одну вещь. Покажу вам уже, когда буду это все подготавливать. Потому что одно дело объяснить на пальцах, а совершенно другое показать. Правда? Что делают поляки? Они разогревают сливочное масло очень большое количество. В зависимости от того, сколько, в принципе, у вас цветной капусты или этой фасоли. И потом, когда масло уже растает, кладут 3 столовых ложки панировочных сухарей. И чуть-чуть это все поджаривают. Надо, чтобы эта штукенция получилась довольно жидкой. Поливают потом при подаче овощи. И так все едят. Но я на iHerb нашла что-то такое. Это перетопленное масло ги. Наверное, так это читается. Подсмотрела у Алины FlyCloud. Вкусное, ароматное. И мне кажется, что более полезное, чем обычное сливочное. Но, честно говоря, по вкусу мне больше нравится классика. То есть, сливочное масло. О, вот. Сахар хочет напугать птицу. Сахар забирает перья за фазаном. Ну беги! Боишься? Не бойся. Где он есть? Боишься до przodu. Видишь его? Боишься. А там есть еще один, Томек. Подбеги, чтобы учить. Ну давай. Видели? Сегодня были у Михаила и Куба сыночек на день рождения. Томек, потренируйся, может, еще за кадром. Получил на день рождения машинку. И мы одолжили ее на выходные. Музыка есть. А Оля вообще в халате. Оля в халате, уже смыла макияж. Все, Оля хочет отдыхать. Нет, монтирую видео для вас. Никогда не угадайте, что они едят. Бобы. В Польше довольно популярен боб. Он такой нечищенный. Растет в России вообще, в Украине. Растет, даже у моей бабушки в Лосиновке рос. Вот сегодня сварила, вместо семечек. Приятных сновидений. Вечером поесть. Данев. Кушай, зеленый человек. Чтобы его открыть, надо взять с этой стороны. И тогда он не раздавливает в такой руках. За жоп. Адаптация газона уже прошла. Все зеленое. Завтра уже Томик будет косить траву. И мы, похоже, единственные соседи, кто наслаждается террасой. А мы-то переживали, что будем мешать друг другу. Расставляй, да. Папа купил Захарке шахматы. У него здесь и какие-то нарды, и шашки вижу. И еще какая-то незнакомая мне игра. Вот они сейчас вечером любят посидеть, поиграть. А я, честно говоря, не умею. Нигул, что ты делаешь? Не знаю, что сделаешь с этой мамой, да? Такая любовь? Как там уложишь, так как треба? Пятые. Не, нужно я устрою. Не, не знаешь. Пожиратель бобов. Вы у меня просто гениальные, поэтому передаю информацию дальше. Я как-то сказала, что потеряла запасную резиночку в свой зажим для заивки ресниц. У меня шоу у Эмура, я не знала, где их можно заказать отдельно. И одна из моих зрительниц написала в инстаграме, что за 80 центов, то есть меньше, чем за 1 доллар, можно купить вот такие резиночки в Росмане. Я сегодня зашла и, слушайте, купила их, было 3, примерила и вау, все подошло, не выпадает. Так что я вообще очень-очень рада. Я как-то была на педикюре и девочки мне посоветовали вот такой, это по-польски Pumax. Но это даже не щетка, видите, такая штукенция для пяток. Почему-то у меня летом ноги выглядят еще хуже, чем обычно зимой. Наверное, потому что ходишь в открытой обуви и все ужасно пересыхает. Так что я сейчас каждый вечер мажусь каким-то кремом для ног. И вот мне сказали девчонки, что вот это прям какая-то гениальная вещь. Я попробую, она стоила недорого, около 2 долларов, наверное, ну вот так. Буду, короче, тестировать, потом вам расскажу. Тоже вот такие. Пады купила и буду пробовать палетку от польского бренда Lovely. Она мне по своей цветовой гамме напоминает Urban Decay Naked Heat. Если она окажется бюджетным аналогом, я буду очень-очень рада. И вообще-то польские блогеры ее хвалили. И тоже по совету польских блогеров купила помаду для бровей от Viva. Она наконец-то вышла в оттенке блонд. Будем пробовать. Краситься не перекраситься. Подождите минуточку, господа. Вот она, старая, новая я. Как я люблю говорить. Я пришла домой, очень хотела поделиться с вами такими свежими эмоциями. Но была настолько голодна, что я быстро пообедала. Какие-то яйца там себе пожарила. Перекусила. И сейчас мне так хочется спать. Но, честно, я очень рада, что я обрезала длину около 12, может, даже чуть больше сантиметра. Сразу как-то так голове легко. Томаку очень понравилось. Он встретил меня в двери и такой, вау, говорит, ты выглядишь настолько моложе. И, конечно, кто-то может подумать, что можно обидеться на такие слова. Типа, я что, старая? Но, когда ты не ощущаешь себя на свой возраст, наверное, даже не появляются такие мысли. И потом меня немножко иногда даже удивляют такие комментарии. Но просто новая стрижка всегда освежает человека. И если вы слышите что-то такое, то вовсе не надо обижаться. Все реагируют по-разному. Но я, к примеру, восприняла это именно так. Итак, девчонки, сейчас мне надо будет пойти подкраситься. И через полтора часа приезжает девочка. Я надеюсь, что я не буду слишком смущаться, потому что для меня это все немножко в новинку. И я так счастлива, что я обрезала волосы. Я даже сейчас смотрю вот в откидной экран. У меня, кстати, камера. Вы очень часто спрашиваете. Canon G7X. Он тоже делает классные фотографии. У меня у троих подружек есть такой же фотоаппарат. И они не блогеры и не собираются становиться блогерами. Но единственное, если вы хотите снимать на этот фотоаппарат, на эту камеру видео, то имейте в виду, что он очень быстро перегревается. Это раз. А во-вторых, не знаю, сейчас вроде как есть фокус. Но довольно быстро портится. И его уже невозможно отремонтировать. Но это все, мне кажется, заложено изначально. Когда технику создают в наше время, уже какая-то там ошибка заложена. И она выдается через два года. И как раз в это время чудесным образом появляется новая модель. Точно так же и с принтерами, и с телефонами. Вы абсолютно точно что-то такое заметили. Я уже даже предвещаю ваши комментарии. Но у нас когда-то был предмет, я училась на маркетолога, и там рассказывали, что это тоже маркетинговый ход. Так что все не случайно в нашей жизни. И те стиральные машины, которые служат нам по 20 лет, еще с тех времен. Вот у меня у родителей, допустим, такая стиральная машинка до сих пор в квартире. Насколько я знаю, с ней до сих пор ничего не произошло. Но долго она там стояла, лет 20 так точно. А сейчас техника, можно сказать, одноразовая. Так как, ну, дольше, чем 5 лет, наверное, ничего не служит. Раньше были вечные фены для волос, утюги. А сейчас, ну, покупаешь и понимаешь, что лет так, через 5 максимум тебе снова надо вложиться. То же самое с компьютерами. Ну вот, как-то понимаешь, что они морально устаревают. То ли прогресс так сильно движется вперед, и техника за этим не успевает. Тоже вариант. Вы никогда не думали о том, что, вот помните, мое поколение, это чуть низко 20, ладно, 30 лет, наверное, 25-35 лет, вот, примерно так. Помните, как мы все ходили с телефонами Nokia? Тоже Симонс был популярен. И где они сейчас? Они немножко проспали эту эпоху, когда начали появляться бескнопочные телефоны. И кодек, помните, как у нас у всех были такие фотоаппараты? Они тоже проспали развитие технологий. Так, что-то меня понесло не в ту степь, но мне иногда хочется поболтать с вами. Теперь иду собираться. Девчонки, если вы хотите обрезать волосы, и мальчишки тоже, то делайте это. Это не зубы. Главное, что у вас руки, зубы и ноги были на месте. Остальное это поправимо, и брови не выщипывайте. Классное настроение. Все, я пошла дальше краситься. Скоро смонтирую для вас это видео, так что все будет актуальным. Целую, обнимаю. Не забудьте поставить пальчик вверх. Напишите, как вам стрижка. Я бы хотела еще на пару сантиметров короче. Видела, что в инстаграме многим понравилось. Целую, обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok